Наконец-то зима вступила в свои законные права. Накануне Нового года погода преподнесла сюрприз. В течение суток не прекращался снегопад. Для детей это стало приятным подарком. Для автовладельцев лишними проблемами. Мало откопать машину. Надо еще и запастись терпением, преодолевая многочасовые и километровые заторы. Но больше всего досталось коммунальщикам. Борьбу со стихией, вооружившись лопатами, ведут дворники ЖКХ. 60 сотрудников Видновского ДРСУ расчищают дороги. Работает 21 единица спецтехники, но результат пока не очень впечатляет. В последние сутки лопата рабочий инструмент не только сотрудника ЖКХ, но и автовладельца. Прежде чем сесть за руль автомобиля, его необходимо откопать. Столько снега выпало. Больше всего все же досталось дворникам. Юлия в четверг работала с 7 утра до 7 вечера практически без отдыха. Но даже в таком режиме результата почти не было видно. Не успевали. Получается, от одного подъезда от метеж до другого. Получается, можно опять возвращаться и по новой мести, чтобы люди хоть как-то проходили. К середине пятницы дворы и улицы в большинстве своем оказались расчищены. Но дворники продолжали мести тротуары, а техника вовсю вывозила снег с центральных магистралей. Уборочные машины полноценно приступили к работам только поздно вечером и ночью. Продолжили ранним утром. Раньше было невозможно выйти в рейд, так как город просто стоял. Мы вышли из ситуации тем, что на помощь нам пришло ГИБДД, и мы совместно с экипажами проезжали уже по встречным полосам и обрабатывали особо опасные участки, такие очаговые, такие как Туннельная развязка, Донбасская улица. Но, к сожалению, утром вся ситуация повторилась. Опять же, по той причине, что просто из города некуда выехать, потому что стоят основные трассы. Более 10 единиц техники было задействовано в Видном. Проезжали 5-6 циклов. В обычные дни достаточно двух. Только за первую половину дня было вывезено около 100 кубометров снега с городских улиц. С утра с 5 часов работаем сегодня. Вот уже 8 ходок сделаем. И еще в ночь остаемся на сутки. Видновчане, понимая, что справиться со снежной стихией в одночасье просто невозможно, ценят работу коммунальщиков. Город чистить нормально, потому что я ехала после работы в 3 часа ночи, и все уже было чисто, и все было нормально. Конечно, тяжело, но дай бог. Вот сегодня утром встал, все почищено, все хорошо. А что касается дорожной ситуации, которая в снежные дни усложняется многократно, то здесь есть и вина автовладельцев. Хотелось бы, чтобы водители в городе все-таки придерживались знаков организации дорожного движения на таких улицах, как проспект Ленинского, Комсомола и улица Советская. Я, конечно, понимаю, что если дворовые территории заняты, машину просто некуда поставить, но надо стараться все-таки минимизировать их количество на дорогах. Особенно это касается людей, у которых крупный транспорт, большие грузы, какие-то полуприцепы. По словам директора ДРСУ, сотрудниками ГИБДД уже выписано более 300 штрафов за неразрешенную на дорогах парковку. Работу продолжат. Кроме того, в такую погоду водителям следует быть особенно осторожными и не создавать аварийных ситуаций, чтобы и дороги были расчищены, и заторы не собирались.